Кто такая Виталина? Мне не хотелось дополнительные акценты расставлять. Я думаю, акцентом будет просто наша беседа. Ну, не так, чтобы все уж совсем прощать, нет. Не до конца. Мне кажется, это какое-то такое лицемерие и подхалимство. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. Это вообще правильная позиция. Куда ни крути, получаются злодеи. Да? Ну, есть же такое. Есть такое, да. Но если ты мужчина-охотник, то ты, значит, жертва. Я уверена, что он не Альфонс, я просто это знаю. Да, я вот сейчас подумала, что, конечно, мне никто такие вопросы никогда не задавал. Я вмешиваюсь не в свое дело. Ну, конечно. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. В гостях у меня очаровательная Виталина. И первый раз мне хочется попросить вас, Виталина, и обычно я этого не делаю, обычно я представляю своих гостей. А тут я хочу, чтобы вы сами ответили на вопрос. Кто такая Виталина? Я считаю, что я просто пианистка. Виталина? Цимбалюк-Романовская. Цимбалюк-Романовская пианистка у меня сегодня в гостях. Спасибо. Чему я несказанно рада. Да, взаимно. Виталина, я еще помимо того, что ведущая, телеведущая, я еще и психолог. Поэтому мои вопросы будут связаны с тем, чтобы, ну, такие более профессиональные. Мне интересно вот эта вот психологическая подоплека. И начну с того, мы, не сговариваясь с тобой, пришли в черном. И психологи некоторые, в отличие от меня, все время бьют тревогу, когда видят черный цвет. Что-то это такое, значит, депрессивное, угнетающее. А я, как психолог, который не однобоко смотрю на вещи, понимаю, что все имеет какие-то свои грани. Если с этой стороны посмотреть, а вот с этой, и от человека надо исходить, и от ситуации. Почему ты в черном? Что это для тебя черный цвет? Сегодня. Я пришла на серьезную беседу. Для меня черный свет – это просто классика. Поэтому просто поговорить о разных вещах, о жизни, без никакой трагедии, ничего не драматизируя. Это абсолютно не связано с твоим каким-то настроением? Абсолютно нет. Просто очень много яркого, даже, может быть, излишне публичного в жизни. И просто сегодня, когда действительно, я так понимаю, что у нас будет просто интересный, приятный и достаточно серьезный разговор, соответственно, мне не хотелось дополнительные акценты расставлять. Я думаю, акцентом будет просто наша беседа. Спасибо большое. А самое интересное, что я сейчас услышала, и необычное на самом деле, меня многие упрекают в том, что я очень много хочу в кадре. Что не всегда мои вопросы носят такой серьезный характер. Я, наоборот, пытаюсь как-то расслабить и собеседникой сама расслабиться, чтобы это был дружеский такой душевный разговор, без всякой этой серьезности. Вот правда, по душам. И когда ты говоришь о том, что я иду на серьезный разговор, мне это очень приятно слышать, потому что, значит, впечатление производит программа «Привеские тезисы» очень разное. И серьезный разговор, и несерьезный, и вообще разный. Это здорово. Скажи, пожалуйста, про детство твое я ничего не нашла, но мне как психологу, мы в этом плане очень любопытные, но правда полагаем, что все проблемы родом из детства. И вообще, как мы формируемся, это важно. Вот мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказала про свое детство. Вот ключевые моменты, может быть, какой-то момент из жизни, что тебе запомнился, и ты даже не понимаешь, почему он в твоей памяти врезался. Виталина – маленькая девочка, детство. Вот что вспоминается? Ну, мое детство не было связано с проблемами какими-либо. Не было проблем детства вообще? Нет, нет. У меня хорошая семья, обыкновенная советская семья. У меня родители инженеры. Я росла в очень приятном достаточно окружении. Когда я была маленькая, я любила к ним приходить на работу. У них, естественно, были утренники для деток. И как-то так все было хорошо. Ну, не знаю, летом мы ездили, конечно, на море отдыхать. В основном в Гагры мы ездили. Не знаю, мне приятные очень воспоминания. У меня очень любят родители. Я единственная дочь. Мама и папа. Они вместе, да? Да, папа всегда все делал. И они всегда мной гордились. Потому что я с пяти лет занималась музыкой. Соответственно, круг общения у нас тоже постепенно изменился. Но, тем не менее, они всегда жили моими интересами. И гордились, если у меня что-то получалось. В общем, единственная дочь. Любимая. Да, да. Мама, папа, полная семья. Да, все хорошо, все замечательно. Может быть, большая разница в возрасте у родителей. Нет. Все традиционно, спокойно, нормально, хорошо. А вот если подумать и вспомнить. Ну, не бывает же такого, чтобы совсем безоблачное детство. В том плане, у ребенка-то могут быть свои трагедии. Например, кукла любимая сломалась. Это уже для ребенка целый мир рушится. Вот когда мне говорят, вот совсем не помню, чтобы что-то такое было, чтобы настораживало меня. Вообще ничего не могу помнить. Я как психолог начинаю сразу подозревать, либо это вытесняется, да, что-то такое болезненное, либо об этом говорить не хотят, либо принято, как в советское время часто было принято, все хорошо, у нас все хорошо. А что там в семье, это уже наша история. Вот ты можешь вспомнить момент, когда тебя что-то ребенком огорчило и, казалось, мир рухнул? Нет. Я думаю, что связано это скорее с мироощущением. Вот. Мне было почти... Я, во-первых, очень такой человек. У меня мало друзей. Это было всегда. Я не люблю массовые мероприятия, коллективные. Ну, то есть я могу, нахожусь, конечно, но я, ну, скажем так, не ходила особо на дискотеки, вот все, что было популярно, на какие-то массовые... Это было неинтересно тебе? Да, мне неинтересно, но если, правда, это касалось моих друзей творчества, например, у меня однокурсницы выступали, вот когда в Киеве проводился ежегодный фестиваль современной украинской музыки, меня приглашали именно мои, ну, как бы профессиональные уже отношения, конечно, я приходила, и мне было это интересно. Но так, чтобы я сама просто пошла как зритель на массовое мероприятие, где вот просто ровесники мои, я думаю, что вряд ли. И, ну, кстати говоря, действительно, мне всегда было интереснее общаться с людьми, которые старше. Может быть такое, что это из-за того, что когда с детства находишься в творческой среде, у нас была нестандартная школа, у нас была школа вместе с музыкальными предметами, общепризывательными, общей расписанием, это школа при консерватории. И, соответственно, мне кажется, что в искусстве часто бывают, не знаю, педагоги-кумиры, разные музыканты или артисты-кумиры. И мы вот в этой атмосфере, когда находимся, мы воспринимаем немножко по-другому окружение и людей, вот личности, которым мы восхищаемся, преклоняемся, чем просто, может быть, люди в более какой-то, ну, обычной обстановке. Ну, правильно я услышала, что человек, которым ты восхищалась, на которого, может быть, хотела быть похожим чем-то, вот, произвел на тебя такое вот впечатление, что ты прям замерла и начала прям смотреть, следить, отслеживать, что, как, из чего состоит состав крови этого человека, да? Это не человек с твоей семьей, то есть это не мама, папа. Понятно, они близкие люди, это одна история. И что-то такое, которое выходит за пределы семьи, да? Абсолютно, да. И даже там я не собиралась, что будет семья, то есть я не планировала, что это именно будет семья. Это просто восхищение, действительно, человеком, перед которым ты преклоняешься, можно сказать, кумиром, ну, вот и все. Ну, ты сейчас вывела разговор, тогда, получается, про своего мужа, да? Да, да. А я хотела, знаешь, чтобы понять, вот сейчас я тебе объясню. Когда мама говорит мне, вы знаете, Светлана, мой ребенок, он вот общается с детьми постарше или младше, но в основном постарше, а не с ровесником, а с ровесником мне неинтересно. И я, как психолог, и не только я, понимаю, что когда ребенок выбирает себе в друзья детей постарше, это, как тебе сказать, это не совсем правильно, значит, есть проблемы со сверстниками, не может найти общий язык, то есть есть какие-то трудности. Какого плана? Потому что дети постарше, они что-то простят, да? Ну, это же маленькая там Виталина, ну, к примеру, да, я сейчас, у тебя может быть совсем по-другому. Маленькая Виталина, ну, прости ты это. В споре, да уступим, она еще только формируется. То есть есть какая-то уступка. Она маленькая, дай ей поиграть. Она маленькая, уступи ей, пусть она первая на качелях покачается. Это может быть все что угодно. Но когда этот же ребенок пытается выстроить отношения с ровесниками, начинается проблема, тут не будет тебе уступок. Тут все на равных. Совсем не тот случай. Вот, не тот случай. К чему я веду, к чему я этот пример привела. Что такое произошло, я хочу понять, да, что сформировалось вот это вот понимание, ну, как тебе сказать, давай так начнем, я немножко сама тебя запутала. Вот есть понятие разницы в возрасте, большая разница в возрасте, да. Есть понятие нормы, это очень все размыто, да, вот эта норма. Вот для тебя, что есть норма и что есть большая разница, большая разница в возрасте. Почему в детство пошла, я думала, там что-то есть, какие-то такие моменты, да. Как сформировалось вот это понимание, что мужчина, который старше тебя на 50 лет, то есть большая разница, мог привлечь тебя как мужчина. Вот это я хочу понять. С точки зрения психологии они любопытства праздновали. Вот поняла теперь? Да, есть, значит, мне кажется, одно объяснение в моем случае. Это интересно или неинтересно. По поводу ровесников, я все-таки достаточно с раннего возраста читала, в общем, взрослую литературу, серьезно. Во-первых, это было связано с образованием, соответственно, когда ты с детства играешь сочинение великих композиторов, там, соответственно, допустим, берем биографию Шопена, идет изучение, скажем так, французской культуры, французской литературы. Это не детские истории. И, естественно, когда ты с 9-10 лет начинаешь подобного рода литературой интересоваться, соответственно, уже дальше тебе становится все интереснее и интереснее, с обыкновенными ровесниками, у которых другие интересы просто более еще детские. Просто не о чем говорить, не потому что они плохие, у них просто свой круг, а у меня свой круг. И мне, естественно, о своих вот этих впечатлениях было удобно, естественно, делиться с людьми, которые постарше. Это могли быть даже педагоги, я имею в виду, когда мы в школе учились. У нас и, к счастью, была такая возможность, потому что это был круг общения, который соответствовал этим интересам. Только так. Здесь не было психологии, здесь это, наоборот, как бы социальный вопрос. Ну, просто есть же дети, которые рано увлекаются и чтением, и серьезными разговорами, и какими-то историями взрослыми, но, тем не менее, они не перестают быть детьми. Они пойдут со своими ровесниками, начнут шалить, дурачиться, в носу ковыряться. А ты такая родилась, вот такая, ну, охотно верю, да, что у тебя самой вызвала интерес вот эта серьезная литература, они тебя заставили, да. Ну, да. Ты выглядела такой вот хрупкой девчонкой, а иногда смотришь в глаза ребенка и понимаешь, такое печенье, как сто лет прожили, и чего-то уже такое понимает, что вполне на равных может со взрослым человеком разговаривать. Вот это про тебя больше тогда получается? Ну, да, есть же такая, не знаю, теория, что человек, он в определенном возрасте рождается, ну, как бы то, о чем вы говорите. И не знаю, с чем это связано, но, конечно, у меня такого, чтобы вот детского такого, чтобы мне хотелось в куклы долго играть, в песочнице копаться, ну, я, конечно, немножко там игралась, но мне это никогда не было интересно. Вот интересно. Вот я не помню, это не зависит от того, что у меня тоже были соседи, я жила в обыкновенном доме, в подъезде, и замечательные у меня были подружки. Но, как правило, все равно мы больше о чем-то говорили или о каких-то таких вещах интересных, чем иногда я гуляла на площадке, но это, правда, редко. Мне действительно это было не очень интересно. То есть в твоем понимании разница возраста, вообще понятие возраста, это вообще непонятно про что? Нет, непонятно про что. То есть есть человек, неважно, сколько ему лет, может, ему и 5 лет, но если он так изъясняется, удивительно, необычно и интересно, Да, если с ним интересно разговаривать, значит, с ним интересно. То, значит, 5 тебе лет или 125, Виталина будет общаться и пытаться понять, что это за мир такой интересный, с чем она столкнулась. Да, да, у меня еще есть, многие думают, ну, Прохор, в частности, говорит, что я, наверное, была отличницей, но я не была отличницей. Я очень интересуюсь тем, что, если меня кто-то заинтересовал, не предмет, а человек, который преподает этот предмет, ну, если мы еще об учебе говорим и о детстве, но если это неинтересный педагог, каким бы ни был предмет, мне невозможно заставить слушать, там, пару или, ну, как бы, А интересный педагог, в твоем понимании, это интересная подача или личность? Да, наверное, личность, наверное, личность, и уже неважно, что говорить. То же самое, что есть общение интересно, ни разницы в возрасте, ни, дай бог, сколько кому больше, меньше лет, вообще не это, просто существует человек, понятие для меня интересное или нет. И, конечно, из этих эмоций впечатление об интересных людях, я думаю, жизнь складывается. Тогда правильно я понимаю, что на свет появляется хрупкая девочка Виталина, но в душе, внутри этого хрупкого тела, очень взрослый, мудрый человек, которому со своими сверстниками, ну да, она так снисходительна, но в принципе, в принципе, неинтересна. Поэтому она идет быстрее, 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 как переводят уникальных детей из класса в класс, бегом, бегом, и они заканчивают быстро-быстро в школу, там, не знаю, те, которые 11 лет учатся, они там намного меньше, да? По большому счету, по большому счету все так. Единственное, мы сейчас общаемся с моими однокурсницами, они в разных странах живут, и мы, но это все равно уже вопрос, что мы из одной среды. Мы, конечно, можем, как выяснилось, 15-20 лет не разговаривать, а потом говорим на одном языке, как будто мы пообщались вчера. Вот, это удивительно, да, я для себя, честно говоря, сделала открытие, потому что уже о многих, ну так помнишь, немножко в лицо, а потом вот звонили, ну просто в моем случае мне приятно было, меня поддерживали там, когда мне было тяжело. Вот, и звонили, и потом спрашиваем, как вы живете, и абсолютно вот как будто бы мы вчера расстались, потому что, ну, приятно, мне кажется, все-таки понятие вот по интересам, по какому-то уровню, ну, образования. А вот такое понятие любовь, вот если об этом чувстве порассуждать, о нем только можно порассуждать, и у каждого свое понятие, что это такое, никто ответить не может, да, кто как чувствует. Я думаю, никто не может, конечно, скорее всего. Вот твоя любовь к твоему супругу, это любовь была, или это просто большущий интерес к этой личности? Ну нет, это, конечно, была любовь, потому что столько лет невозможно. Вообще, если не любишь человека, многие вещи не будешь делать, прощать, не сможешь, я бы не смогла долго жить. Прощает, да? Ну, конечно, да. Это один из признаков, да, получается? Да, мне кажется, это такая цепь компромиссов. В основном, главное, договориться. Но иногда мы сами путаемся в понятии. Я тебя простила, либо я тебе уступила, или я не хочу связываться в данный момент времени, нищу какие-то. Вот ты все-таки про прощение, да? Ну, не так, чтобы все уж совсем прощать, нет. Не до конца. Простила, наверное, это прекрасно, если человек осознал все-таки. Но если он не осознал, то, мне кажется, не стоит. А как ты понимаешь, что осознал? Ну, прощение попросил. Ну, это можно просто проговаривать. Проговорить должен все-таки, да? А бывает, вот проговаривают, а ты чувствуешь интуитивность. У тебя хорошая интуиция, что слова-то говорят, а в душе-то не согласен. Ну, надо работать тогда, если хочешь сохранить любовь. Ну, а у тебя, если бы злые силы, скажем так, не вмешались в ваши отношения, я правильно говорю? Ну, да, условно можно так назвать, как метафора, да. Не называя всех этих фамилий и так далее, любопытствующих. Вы бы сохранили свою любовь, если бы вам не помешали? Да, конечно, я не собиралась разводиться. Я собиралась, ну, я прошу прощения, до конца с ним, конечно, оставаться. Я не собиралась, у меня не было планов, что мы расстанемся, что у меня будет какая-то другая жизнь. Я не видела. Смотри еще какая вещь. Может, она тебя немного обидит или обидит поклонников Армен Джигарханяна. Что хочу сказать, это лично мое ощущение, да. Когда говорят гениальный актер, я как обыватель, да, вот к театру никакого отношения не имею, и ни актрисы, и вообще никак, и ни что. Зритель, вот я просто как зритель, да. Я, вот, понимаешь, к этому отношусь очень вот критично, гениально. Вот для меня гениальный Смоктуновский, когда я совершенно не понимаю, что сейчас было вообще. Это вот что сейчас такое произошло. Да, что за волшебство. Вот Армен Джигарханян, я считаю, он талантливый актер. Я простой обыватель. Я не имею права критиковать там его творчество, оценивать его работу. Почему его называют гениальным? Мне кажется, это какое-то такое лицемерие и подхалимство. Вот в чем прям гениальность? Ну, я думаю, многие так считают, вряд ли стоит оспаривать. Нет, не оспаривай. Просто объясни мне. Вот этот гениальный, а этот просто актер. Во-первых, это индивидуально зависит от нашего с вами восприятия. Потому что, и как он сам говорил, это правильно, я считаю, что если тебе человек нравится, он тебе интересен, тебя к нему тянет, влечет человек, который на сцене артист. Тебе будет интересно то, что он делает. То есть это личное. Значит, если вам нравится один типаж, вам будет интересен артист, если он вам в принципе нравится, например, как мужчина. Потому что мне вообще не нравится. Правда. Вообще. Вот честное слово. Но мне вот такие чудики. Вот прости, Господи, что я так говорю. Нет, ну значит, понимаете... Как они устроены? Я в этом плане. Я смотрю... Нет, ну значит, вам интересно и неразгадные, значит, нравятся. Интересно тоже. Да, неразгадные, да, да, да. Может быть, вам просто не удалось пообщаться, но мне кажется, все равно, если интересно, вас, значит, интригует. Потом я забываю, что это игра, когда я смотрю, да, вот его какие-то там вещи. Я забываю, что это игра. Вот из современных могу также вот назвать Евгения Миронова. Я прям вот, ты знаешь, смотрю его роли, я даже забываю, что это роли. Человек реально проживает. Вот смотри, а есть такой вот Армен Джигарханян, советский период. Ну, попал он в эту струю, а в советский период, если ты раз, тебя показали на экране, ты уже звезда. Ну, правда. А если ты, ну, как-то вот достойно выполнил свою работу, то вот звезда уж точно. Ну, совпало так. Ну, снялся он в одной роли, в другой. Это же, это не то, что сейчас. Сейчас попробуй, этих звезд развелось, видимо, невидимо. А в советское время стать звездой, вот достаточно было попасть в эту струю. Вот все-таки вот докажи мне, почему ты его считаешь гениальным или не считаешь гениальным актером? Ну, во-первых, я сейчас смотрю другими глазами. Нужно понимать мой период, как бы, восторженности и становления, и узнавания человека. И как бы вот уже сейчас. Но, тем не менее, я понимаю, что он, конечно, в истории советского кинематографа и театра знаковая фигура. Ну, конечно, это талант. Я не могу объяснить. Это дело вкуса, кому-то нравится, не нравится. Но очень мало таких актеров. Я не могу сказать, верю. Очень мало таких актеров. Я все-таки хочу нащупать, вот что такое гениальность, почему он гениальный. Ну, тут мне трудно, в общем, уже, как бы, эти нюансы все выделять. Ну, конечно, огромная работоспособность, одаренность. И потом огромное количество все-таки снятых ролей, я думаю, почти никто не снимался в таком количестве фильмов. Ну, то есть количество ролей, работоспособность, хорошо выполнил свою работу, и равно гениальность, что ли, я чуть не пойму. Нет, я думаю, мы не составим формулу, потому что гениальность и талант нельзя определить составляющими какими-то. То есть либо есть, либо нет. Ну, я с тобой согласна, просто как ты просуждаешь на этом. Но если многие люди, большинство людей считают так, значит, ну, в этом что-то есть. А если большинство считают так, не часто ли, и бывает такое часто, что большинство ошибается? Наверное, бывает. И почему вообще так важно доказать его гениальность? Мне кажется, это не важно, каждый пусть думает, мне кажется, не важно. И вообще, мне кажется, что любое, вот то, что большинство, это время, это как бы веяние определенного какого-то времени, может быть, исторического периода какого-то, потому что, безусловно, социальный типаж, очень интересный, конечно, если о нем говорить, он, в принципе, похож в своих ролях, он никогда не переигрывал, не изображал, наверное, естественность и органичность, вот так бы я сказала. Органичность, он везде убедителен. Но ты правильно говоришь, он нигде не играл, потому что он такой есть в жизни, говоришь ты, потому что он себя, он и не играл, он был такой, какой есть в кадре. Ну вот он был такой, как он есть, но, представляете, человек просто такой, как он есть, играет в 300-400 фильмах, и это все смотрят и восхищаются. Ну, значит, ну, ну а как же? Не знаю. Но здесь у меня нету как раз сомнений. Не знаю, не знаю, правда, не понимаю. В смысле профессия, я уверена. Когда я была в театре, я была в вашем театре, и смотрела несколько постановок. Хочу похвалить Татьяну Мухину, она произвела на меня вообще колоссальные впечатления. Я считаю, это Чурикова номер два. Ну, нельзя так сравнивать. Да-да, я бы не сравнивала. Да, ну, мне кажется, она ужасная вообще, такая интересная, ну, правда, достойна внимания. Вот, и я встретилась с Арменом Джекарханяном, я поднималась, ну, как раз шла на спектакль, а наши дороги разменулись, я вверху, он вниз, ну, так совпала. Да-да, понимаю. Я вот подумала, знаешь, ну, он мне там сказал несколько комплиментов, я что-то подумала, а почему у меня дрожь по спине не пробежала, такая махина идет рядом, да, вот такая личность известная. Почему трепета никакого у меня не возникло внутри, что дело со мной, что со мной не в порядке. Вот как ты относишься к этим людям, у которых это все есть, присутствуют, к фанатикам так называемым, к тем, кто готов преклоняться перед известными личностями. Нет, такого нету, что перед всеми известными личностями, просто я повторяюсь, и либо вам это нравится, подходит, вот что-то вас цепляет, либо нет, это исключительно природа. А в обсуждении, смотри, я готова с передачи посмотрела, только тогда посмотрела все эти программы, в которых вы принимали участие, да, когда весь этот скандал разгорелся. И обратила такое внимание на что, значит, только начинается какая-то критика в отношении его как личности, что он кто-то из экспертов говорит, некрасиво, как мужчина, вы поступили. Тут же бросается, как свора, понимаете, другая половина экспертов, и начинает говорить, не смейте, не смейте, он кумир, его до трясучки. Вот это меня ужасно веселит. Но при чем тут? Одно дело, давайте, мухи отдельно, котлеты отдельно. Одно дело, ты актер, ну ладно, черт с ним, там, гениальный, я там в этом не разбираюсь, там, талантливый. А другое дело, твои человеческие поступки, как человека, как мужчина, вот как ты поступаешь со своими женщинами, да, какую ты даешь оценку. Ну, это же совсем другая история. Почему вот такой прям небожитель такой, если он гениальный актер, то вот прям нельзя критику в его сторону никак сказать. Вот как ты к этому относишься? Ну, я с вами согласна, что это не имеет совершенно никакого отношения одно к другому. Естественно, и я оцениваю его как бы талант, и вклад в культуру, это отдельно. А, естественно, поступки и человеческие качества, особенно с чем я столкнулась, конечно, отдельно. Но я не знаю, почему, я не знаю, у нас вообще, мне кажется, нету в обществе такой культуры оценки взаимоотношений между людьми. Они не понимают, что они говорят, что они делают, люди наши, и как они при этом выглядят. Вот это вот удивительное вмешательство, вот, как вы говорите, экспертов в личную жизнь посторонних людей. Вот мне, например, если бы сказали, прокомментируйте, пожалуйста, частную жизнь, вот, пары. Я бы сказала, я, собственно, так и отвечала, меня просили. Я говорю, ну, я людей не знаю, не знаю их ситуацию, как они жили, какие у них договоренности, из чего состояли взаимоотношения. Я бы прокомментировала, если бы я знала, но комментировать вот так вот, это просто некрасиво, это, ну, как бы ни о чем. Во-первых, кого-то обижу, а может быть, я не права окажусь. А у нас очень любят публично, значит, свои какие-то предпочтения, совершенно не стесняясь того, что они просто не знают ситуацию. Я вообще по поводу людей бы посоветовала каждому о себе. Ну, вот, если они хотят, там, на своем личном примере пусть о чем-то расскажут. Мне кажется, что это неправильно оценивать публично. То есть мы можем это как-то обсудить в форме диалога, но расставлять какие-то клише. Своя жизнь настолько неинтересна. Да, естественно, это сразу ясно. Если бы не удалось, то давайте хоть мы посмотрим, что у них, и хорошо бы, чтобы у них побольше было вот этой самой какашки, которую можно было бы им в лицо бросить. Да, конечно. Вот тогда бы чему-то интересно. А все остальное не особо. Да, к сожалению, да, это правда. Когда все хорошо, никому не интересно. Вот я, например, публичным человеком не собиралась становиться. Я долго очень была, никому не интересно, потому что я себе тихо жила, работала много лет. Ну, да, с Арменом Борисовичем, ну, иногда какие-то не очень приятные вещи. Но это всегда у всех происходит, в принципе, в любой семье могут произойти какие-то... Да, конечно. Такие не очень приятные ситуации. Но у нас не было громко, пока не случилась вот эта история. И я никогда им... И мы с Арменом Борисовичем, мы никогда не ходили на ток-шоу. Никогда нам было неинтересно вот о тебе рассказывать. Кстати, это правда. Я не слышала ничего. Не было так, мы принципиально не ходили. Про тебя пока вот этого скандала не было. Ну, у меня было, да, несколько таких интервью, в общем, обтекаемых. И, собственно говоря, да, и все. И не о чем было говорить. Но здесь мне просто, когда пришлось публично защищаться, потому что я же долго не выходила, а просто меня все поливали грязью. Причем там участвовали известные люди, которых я вообще в жизни не знала, никогда с ними не общалась. И они выходят и совершенно в недопустимой форме, ну, просто размазывают по стенке. Причем унижают непонятно почему, не зная ни биографии, ни что я за человек, ни что я сделала вообще в своей жизни, ну, в частности, для их любимого актера. Вот. Это, конечно, безобразие. Но самое обидное, что я поняла в этой ситуации, что у нас совершенно в стране человек не может себя защитить. Защитить в смысле репутации, в смысле на кого-то обидеться и пожаловаться, я имею в виду, нет структур, которые помогут, да, сохранить как бы свое имя. Вот это все не работает. Да. Потому что кто угодно может все, что угодно говорить о тебе в телевизионном пространстве, там, в прессе печатать, и ничего с этим сделать нельзя. Но если ты публичный человек, выхода нет, нужно с этим смириться. Вот я просто не обращаю внимания, не читаю, не смотрю, мне там знакомые иногда рассказывают, ну, собственно говоря, и все. Это, конечно, это плохо. Я считаю, что это недостаток. Человек должен все-таки быть как-то защищен. А разочарование все-таки произошло? Конечно, сразу. У меня быстро произошло. Я очень рада. Это было вдруг или все-таки были какие-то такие звоночки? Нет, ну, это вдруг было, но я очень волновалась, что у меня, поскольку это была, ну, почти что половина моей жизни, мы вместе, моей личной жизни, я очень боялась, что меня не будут отпускать. Эта история. Я думала, что вот все, я, наверное, больше мне никто не понравится, я никого не полюблю, я буду вот с этим всем ходить, такая несчастная, вот, что меня очень сильно уже на тот момент угнетало. Но быстро очень прошло, потому что уже очень был поступок такой некрасивый из-за рамки всего выходящей. Я, конечно, себя достаточно так ценю, чтобы прощать такие вещи, и, ну, все, человек перестал для меня существовать совершенно. Вот смотри, чтобы принять человека на работу, требуют рекомендации, да, с предыдущего места работы. Когда мы идем на какую-то важную встречу, волей-неволей, если есть возможность, мы узнаем об этом человеке, да, что скажешь, о какой это человек, то есть, опять же, какие-то рекомендации, да. Другое дело, мы свои выводы уже сделали, но все-таки, если есть возможность такая, мы обязательно узнаем. Вот смотри, ты получила такой удар, да, жестокий удар, который надо было выстоять со всех сторон. Какие рекомендации, да, ты могла бы дать Прохору, чтобы, вернее так, давай предположим, что ты у кого-то там бы спросила, да, и я понимаю, каким бы рекомендации дали тебе в отношении Прохора, да, вот какой он мужчина, надежный, ненадежный, можно ли ему теперь довериться, я такая вот раненая душа, раненая птица. Понимаешь, о чем я говорю, да? Да, понимаю. Вот что бы это были за рекомендации, и почему ты в это поверила, почему ты Прохору поверила, открыла свое сердце? Ну, это, во-первых, все равно все в любом случае со временем выясняется, мы же не можем сразу что-то, но я, ну, потому что мы, в принципе, сразу начали откровенно разговаривать, когда познакомились с ним. У меня там ряд вопросов, Прохор сказал, что, пожалуйста, спроси мне все, что хочешь, я вообще-то не очень знала, о его жизни я же не смотрела, значит, я в этом жанре недавно, их, естественно, сериалы Прохора я все пропустила, потому что я занималась другими делами, было бы очень странно, если бы я смотрела это все. Вот, поэтому я не очень знала, что там, о чем речь, но, в принципе, когда я задавала вопросы, все его ответы мне были понятны, они меня как-то устроили, у меня вопросов вообще-то к нему нет, мне кажется, что он искренний человек. Смотри, тоже бытует такое мнение, если мы видим, что женщин намного младше мужчины, начинают в обществе уже сформироваться определенные клише, ага, это охотница за деньгами, она же понимает, что рано или поздно он там кердыкнется, она всем завладеет, это такая молодая хищница. Если парень, значит, крутит роман с женщиной намного старше его, он Альфонс, значит, она тоже быстренько кердыкнется, он, значит, всем завладеет или при жизни завладеет всем. То есть, куда ни крути, получается, злодеи. Да? Ну, есть же такое? Есть такое, да, думаю, наверное, многие так думают. А когда ты потом узнала про Прохора, что вот он с женщиной, которая намного старше его, крутил роман, потом про него также ходили слухи, что он пытался там ради квартиры это делать или еще что-то, ну, каких-то материальных выгод, ты как к этому отнеслась? Ну, я, во-первых, не стану все-таки историю комментировать, потому что вот есть личное отношение. Не историю комментировать, а свои ощущения. Я уверена, что он не Альфонс, я просто это знаю. Поэтому пусть каждый, как Прохор говорит, думает так, как он хочет, я просто знаю, что это не так. И в данном случае, вот на примере как бы его бывшего брака, скажем так, ну, мне кажется, все понимают, что это, ну, я не знаю, ну, он попал в стереотип. Ну, наверное, допустим, так же, как и я. Это же не потому, что я что-то украла и зачем-то охотилась. То есть у меня определенно сложились обстоятельства, у него тоже как-то определенно сложились обстоятельства. Вот и все. Но это совершенно не значит. То есть, опять же, это люди, когда не разобравшись, оценивают других людей, получаются какие-то клише определенные, очень примитивные. Но я просто в жизни знаю, что это не так. Мы никому не будем этого доказывать. Но пока я знаю, что это не так, я спокойна совершенно. Но тебе достаточно его было слова, да, чтобы он сказал, Виталий, это не так? Нет, я сделала выводы из поступков, из каких-то действий. Ну, есть вещи очевидные. А как ты думаешь, почему формируются эти клише? Для чего они нужны, эти стереотипы? Ну, вы сказали, что людям скучно в своей жизни. Им нужно обязательно... Это первая причина. Да. Вторая причина, если человек, ну, зависть. Потому что если человек, ну, скажем, красив или симпатичен, да, у него получается что-то. То есть, он талантлив, он яркий, им интересуется. И все это вот достаточно для того, чтобы тебя возненавидело огромное количество людей. Согласна. А смотри, еще такой момент. Согласишься ты или нет? Я, знаешь, о чем подумала? Что в этой жизни так все нестабильно. А если мы какую-то ситуацию берем общую, да, придумываем вот эти стереотипы и на них опираемся, нам как-то проще ориентироваться в этой ситуации. А вот это примерно так вот сканировали, значит, она злодейка, он жертва. И так далее, и так далее. Да? Правильно получается? Мы как-то как ориентиры какие-то. Пусть они негативные, но нам проще так вот эту ситуацию оценить, нам так спокойно. И вглубь не надо лезть. Ну, это если они не знают. Это если они не знают обстоятельств. Конечно, это полностью может быть не так, и чаще всего не так, но это уже почему-то никого не интересует. Ты говоришь, самый главный критерий для меня, чтобы я полюбила, это человек вообще начала на него обращать, на этого человека, внимание, это чтобы он был интересен. Вот чем интересен Прохор для тебя? Мне очень понравилось, как он поет. Вот первое, это действительно, да, вот как он поет? Да. Он мне прислал по почте песню, я просто не знала, что он певец особый, я просто его биографию вообще не знала. А он первый вышел на контакт с тобой, да? Ну, нет, мы встретились сначала случайно в гримерке, мы сделали селфи. В съемке между эфирами у меня закончился свой, у него начинался свой. Потом мы обнялись сразу телефонами, потому что Прохор сказал, что нужно на фотографию согласовать. А потом мы созвонились и встретились. И вот перед тем, как мы встретились, он мне прислал песню. Но у него вкус очень хороший, у нас совпадают вкусы, вернее. Он, в принципе, классику любит. Ну, помимо народной песни, классический репертуар, эстрадный классический. Вот, и я не ожидала, но мне очень понравилось, как он пел. Вот это меня, пожалуй, потрясло, и мне стало интересно с ним пообщаться после этого. Так, вот он спел, песня закончилась, дальше началось общение. И что, ведь могло уж такое быть, песню закончил, рот открыл, и мама дорогая. А что такое произошло, что ты, Боже, с ним интересно разговариваешь? Ну, во-первых, искренний человек, а во-вторых, уже вот у нас есть какой-то жизненный опыт и определенный возраст. И человек достаточно откровенный. То есть определенные вещи, которые, может быть, раньше казались бы неприемлемыми, если мы их просто обсуждаем, ну, и нас они устраивают, да, вот определенно есть уже в хорошем смысле в отношениях какой-то цинизм. Вот мы о чем-то, мы без иллюзий, что каждый сейчас все бросит и сделает для другого все, просто упадет к его ногам и забудет о себе, такого не будет. Вот, и мы об этом договариваемся, что сделает один человек, что делает другой, что делаем мы вместе. У нас постоянно, меня это очень устраивает, мне все понятно, и пока мы эти партнерские отношения, я имею в виду, это касается быта, это касается, ну, поскольку мы публично, да, вот, существуем, ну, в пространстве информационном, но пока мы их не нарушаем и устраиваем друг друга, я вижу, что меня человек не предает, и мы, в принципе, уже общаемся вот второй год, поэтому у меня нет никаких пока что, ну, сомнений. Я, в общем, доверяю. Дай Бог. Скажи, пожалуйста, вот говорят, мужчина, он воин. Согласны с этим? Мужчина воин, завоеватель, ему надо немножечко вот такая вот, чтобы интрига сохранилась, вот все время завоевывать, 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 будь то территорией, будь то женщиной. То есть мужчина воин в твоем понимании или нет? Нет. Даже нет. Я, знаешь, как воин, это немножко агрессивно. Я по-другому скажу, есть другое мнение. Мужчина-охотник. Вот давай вот это разберем. Мужчина-охотник. Я не знаю. Согласна с этим? У меня как-то по-другому. Видимо, творческие мужчины, они другие. У меня жизнь сложилась так, что я с творческими. Нет. Но я думаю, что, честно говоря, женщина должна полностью рассчитывать на себя. Всегда, на всякий случай. Я такие сделала выводы. От того, что они охотники, воины, защитники. Я, честно говоря, только вот, может быть, был праздник когда-то 23 февраля. Один день, когда все так думали. Да, да, да. Да, ну такой приятный обман. Вот. Нет, на самом деле я в это не верю. А, то есть получается, смотри, это недавно ты стала не верить. Получается, смотри, воин ты, не воин, но на всякий случай, там, люблю я тебя, не люблю, на всякий случай можно рассчитывать на себя. Виталина, отдельно, самостоятельно, и на всякий случай я буду знать, что если тебя не будет, дорогой мой, воин, там, или кто-то там, то я выживу, все будет нормально. Да. То есть вот это вот полное доверие раствориться в мужчине, это не про тебя. Или уже точно не про тебя. Ну, это теперь не про меня, потому что я поняла, что, как бы, никакой благодарности может и не быть, и, собственно, вообще может никто и спасибо не сказать, и наоборот, тебя унизить. И, в общем, раздавить после этого. Именно рассчитывая на то, что ты никто. То есть именно думая, что, ну, я просто знаю там окружение, а кто она без него. Ну, очень жаль, что меня недооценили, или, может быть, к счастью, меня недооценили, потому что я-то всегда понимала, что, конечно, там, во-первых, многое на мне, даже в личности. И в, ну, как бы, вот за последние, там, 10 лет, допустим, многие, как бы, положительные, я не знаю, действия какие-то, эпизоды в жизни, да, они произошли только благодаря мне. Ну, естественно, потому что была фигура просто человека, но не потому что это была его деятельность. А когда он такая большая фигура, можно сказать, что ты тень? Или ты тенью не была никогда? Нет, я сознательно никогда не шла впереди. Наверное, можно сказать, конечно, я вторым номером была, но я им гордилась. То есть это было искренне, и я понимала, что, ну, так должно быть, наверное. А сейчас как? Вы идете держать друг друга за руки на одной линии? Или кто-то впереди, позади? Как это у вас происходит сейчас с Прохором? Ну, у меня такой все-таки тип, я все-таки должна гордиться, если я с мужчиной иду, я должна им гордиться. Я чувствую, что это важно. То есть не так, что, а вот там у меня идет кто-то рядом с этим. А что гордиться, это немножечко все-таки шаг назад? Ну, уважать. Ну, может быть, внешне, да. Внешне возможно. Не значит, что внутренне, но внешне точно. А знаешь, что мой в ловушку-то совершенно не попался? Потому что я когда спросила, мужчина-охотник, ведь принято так считать, что охотник. Вот если бы ты сказала, да, да, мужчина-охотник, я бы сказала. Но если ты мужчина-охотник, то ты, значит, жертва. Ты не попалась. Эх, вот видишь. В общем, Виталина точно уже не жертва. Я к тому говорю, что точно уже нет, и жертва не будет. То есть этот урок ты запомнила надолго. То есть у нас 5 баллов, хороший результат. 5 баллов, точно хороший результат. Это точно Скажи, пожалуйста, вот Муслим Магомаев пел «Ты моя мелодия» Вот какая ты мелодия для Прохора? Вот если за него порассуждать, как думаешь? Ой, я не знаю Вообще хорошо, когда люди друг для друга мелодии Мне кажется, это прекрасно, когда друг друга вдохновляют И каждый при этом своим делом занимается Мне кажется, это очень хорошо Вот это вообще правильная позиция С тобой согласна точно Потому что я не устаю повторять, что символ брачующихся Это два кольца Одно кольцо заходит на территорию другого кольца Но никак не поглощается одно другим То есть должны быть свои границы Должна быть личность отдельная Должна быть личность другая Уважать другую личность, давать развиваться И эти партнерские отношения, умение договариваться Это и есть взрослые отношения Еще, ты знаешь, я вот говорю о том Что не знаю, согласишься ты или нет Вот про любовь я тебя спросила В твоем понимании любовь Мне кажется, осознанная любовь, взрослая любовь Она спокойная и размеренная Это так или нет? Или ты всегда была такая спокойная и размеренная, как сейчас? Ну, вообще-то я была спокойная У меня, конечно, не было, наверное, каких-то таких взбалмошных никогда Отношений и страстей И страстей, не знаю И строго, или строго? Ну, нет, у меня есть немножко другое состояние У меня, я рассказывала об этом У меня первый раз такие отношения, что вот как Как в подростковом возрасте Что вот в парке гуляем там часами за руки Да, в кино ночью можем поехать просто так Потому что, да, у меня такого никогда не было И вот это вот ощущение, когда уже Не то чтобы такие взрослые официальные отношения Что все такие мы умудренные жизненным опытом Нет, а вот это все в один момент может исчезнуть Да, и вот такое ощущение, как будто бы мне там лет 13 или 15 Очень приятное, кстати, ощущение Смотри, как интересно, вот когда тебе было лет 13-15 Ты совсем как взрослая тетенька Понимаешь, другие интересы, другое окружение А сейчас все равно время, как, знаешь, повернулось вспять И то, что ты должна была девчонкой испытывать Ты просто сейчас испытываешь И благодаря своему чувству, благодаря Прохору Да, но мне кажется, что мы совпали Потому что у нас прожито какое-то определенное количество лет Достаточно взрослых и сложных Потому что самоутверждение, в его случае, самоутверждение себя в профессии Да, там вот, я не знаю, приехать в Москву, получить образование хорошее Карьеру, быть востребованным, быть публичным Это очень огромная затрата там нервов и так далее И всего остального Вот, в моем случае у меня тоже все было очень непросто Тяжело и долго Поэтому мне кажется, что, может быть, для нас сейчас У нас просто совпало Ощущение, совпала потребность в таких отношениях Вот ты говорила, что не любишь быть на виду А жизнь сложилась так, что ты теперь все время на виду Все время у всех на языках И не всегда добрых А это твой был выбор? Сейчас это твой выбор или нет? Да, сейчас это мой выбор Я благодарна, что у меня так сложились обстоятельства Потому что, во-первых, мне это очень помогло Я бы не смогла никак за себя постоять Если бы не было этой публичности сумасшедшей Мне очень помогло Я знаю, что многие, ну, всегда, когда меня встречают Люди ко мне очень хорошо относятся Мне много говорят очень хороших слов, приятных Но мне приятно это А почему веришь этим словам? Когда подход тебе говорит Ну, просто приятно Просто хочется верить или чувствуешь, что это искренне? Нет, просто я думаю, что эти люди не хотят Они не будут подходить Ну, все же подходят А может, что-то нужно от тебя? Ты сейчас публичный человек Да нет, конечно же, нет Нет, это исключено Почему ты так думаешь? Ну, я уверена, что им от меня может быть нужно От публичного человека всегда что-то нужно? Ну, сфотографироваться в крайнем случае Ну, начиная с этого? Нет, нет, это не тот случай Я имею в виду просто вот в общественных местах Ну, хорошо Так, смотри, еще такой момент Неожиданный будет вопрос Ладно? Я была в Канаде Ну, давно И меня удивило Когда, знаешь, был такой музей И надгробья И люди сами Заранее до того, как умрут Придумывали надписи На этих надгробьях Ну, прям стоматолог, я запомнила Он написал Это самая глубокая дырка Там, ребята, что я увидела Да, он уже находится в земле И я отношусь вот с большим уважением К людям, которые с иронией относятся Что к жизни, что к смерти Вообще неожиданный, правда, вопрос Не знаю, ну что мне хочется тебе его задать А ты бы, ты бы, какую надпись написала бы Да, я вот сейчас подумала, что, конечно, мне никто Такие вопросы никогда не задавал Вот, тем не менее Я вот сейчас придумала У меня возникла ассоциация Что на могиле Марилин Монро Значит, она просила Что было написано Марилин Монро И даты жизни Я подумала, что, наверное, так Виталина И вот так, все И все? Да, без никаких И никакого послания? Ну, какое послание? Кому это нужно? Нет Просто Виталина? Ну, я думаю, о каждом человеке Известном, если кто-то хочет думать Или вспоминать Он будет вспоминать что-то свое Свою эмоцию, свое впечатление И что-то думать А так навязывать какую-то цитату Понимаете? Ну, мне кажется, нет Это бессмысленно Если вам какие-то цитаты дороги Вы их сами с собой Ну, как-то А скажи честно Почему мы договорились с тобой Называть друг друга на ты А ты меня то на ты, то на вы С чем связана? А я связана Ну, я вообще больше на вы привыкла Давно уже У меня привычка такая Когда знакомлюсь с людьми И не очень близко знаю Я очень тяжело перехожу на ты В принципе Вот Потом уже я привыкла Когда, в общем, вроде бы В творческой среде Уже когда работаешь На ты Но мы когда учились в школе Мы даже между собой С одноклассниками на вы Общались Нам казалось, что это красиво Придает какой-то флор А не играетесь с Прохором Чтобы так дурачиться И друг друга на вы называть Нет у вас такого? Ну, мы как-то сразу Я отучилась быстро За несколько дней Нет Нет Ну, другими какими-то вещами Дурачимся В этом смысле нет А какие дурачества ваши? Ну, там у него юмор специфический Он любит что-то мечтать Вслух об этом говорить И когда непонятно То есть он всерьез это говорит Или нет Ну, я просто знаю, что это шутка А вот многие не понимают А можно про него сказать Что он большой ребенок? Можно Можно Тогда ты кто? Ой Ну, слушайте Так, ну, вообще сложно все Потому что, да Большой ребенок В каких-то случаях Но в каких-то случаях И совсем даже не ребенок И очень даже зрелый И, ну, такой В общем, серьезный человек Вчера смотрела мюзикл Всем рекомендуют Правда, не реклама Маяковские В Театре Луны И про Лилию Брик Когда-то у Лилии Брик Спросили у его возлюбленной Скажите, что для вас Маяковский Вы его любили? Она говорит Ответила очень так интересно Я всегда любила одного Одного Осю Одного Володю И дальше целый список Одного, одного, одного Ну да Вот ты понимаешь, про что она говорила? Мужчины, конечно, я понимаю Как они съерничают Скажут, ну да Одну футбольную команду Одну это И начинают вот подшучивать А ты же понимаешь, про что она говорит? Нет, ну это про меня, да Я понимаю, конечно Но у нее там зависит уже только От величины списка Даже здесь, мне кажется Вот я тоже ее поняла Знаешь Вот мне хотелось Вот как ты это понимаешь Ведь ты же действительно любила Да, конечно И вот действительно одного его Да, абсолютно И этот период совершенно ваш Он искренне и честный Да, правильно? Да, да, абсолютно И сейчас, если мы говорим И ты говоришь, да, люблю То есть сейчас на данный период времени Действительно одного его люблю Ну конечно, да Я не представляю параллельных отношений И нельзя обесценивать ту любовь Да, или вообще даже сравнивать Одну любовь с другой Ну нет, сравнивать Нет, но тоже Да, это про это Но это уже зависит Мне кажется, каждый человек в своей жизни Он ведет себя одинаково Одинаково Но я уверена в этом Что, конечно, я параллельных отношений не понимаю Это исключено Осуждаешь или не понимаешь? Нет, не осуждаю Потому что каждый человек живет так, как он хочет Это его выбор Я просто не могу Сегодня написала пост И попросила задать вопрос Какой интересует вот к Виталине вопрос И из того, что спрашивали и просили тебе задать Очень часто повторялся Когда у вас будет свадьба Вот прям вот это очень было интересно Мы комментировали эту тему Мы пока не собираемся расписываться Потому что обычно это происходит, когда быстро или не быстро Нам это не очень интересно У нас есть другие интересы, которые поважнее И мы как бы не хотим заранее вот прямо спланировать вот так вот свою жизнь Мы планируем на многие годы Но мы это не обозначаем То есть чтобы это было без каких-то бумаг То есть для тебя это сейчас не важно Для нас это не важно Потому что у нас, поскольку каждый самодостаточный человек У каждого что-то свое есть Мне кажется, ради чего должен заключаться брак Ради, ну, смысл мы просто сейчас не понимаем Ну, как бы не видим этого смысла Ради то, что называлось Очень многие нас даже подталкивали Потому что, ну вот давайте Ну даже то, что говорят у вас пиар, не пиар Но нет, конечно, не пиар Потому что если был пиар, первое, что бы мы сделали Мы бы пошли в ЗАГС и расписались А дальше мы бы уже там, не знаю Потом пиар развелись бы Потом пиар развелись Очень удобный повод, который всегда, ну, на подхвате Но это категорически не наш случай Мы просто сразу изначально, ну, не собирались Просто будем жить, смотреть У нас есть планы просто важнее, чем штампы в паспорте поставить И мы будем смотреть, как в жизни будут развиваться наши отношения И в зависимости от этого их строить И второй вопрос, который очень интересовал Планируете ли вы ребенка? Ну вот планируем, да, планируем То есть это первоначально для нас Ну пусть все успокоятся Все планируют Нет, ну мы все планируем Но это не значит, что мы сейчас побежим Из-за того, что все ждут И завтра будем кричать, что, как Прохор говорил Чтобы не было такого, что вдруг она забеременела А потом оказалось, что это было неправда У нас такого не будет Ну, то есть у нас все произойдет Все нормально, как у нормальных людей Все хорошо А сейчас вообще неожиданный вопрос И мы этим будем завершать нашу программу Такой же неожиданный, как с надгробием Скажи, пожалуйста Вообще в другую сторону Да, да, прекрасно Очень мне понравились эти вопросы Скажи, пожалуйста, какова твоя гражданская позиция? По поводу чего? Это дипломатический вопрос? Да, твоя гражданская позиция Ой, я думаю Вообще-то у меня очень положительная гражданская позиция Я не оппозиция, потому что я считаю, что никогда не нужно бороться Бессмысленно и непонятно ради чего Я считаю, что политикой должны заниматься политики Я вообще считаю, что культурные люди Деятели, которые действительно в этом плохо разбираются Могут как-то влиять на политические вопросы А политики хорошо разбираются? Ну, это уже вопрос, знаете Вот пусть они между собой разбираются Это же вопрос профессиональный Я считаю, что ни один деятель одной профессии Не может оценивать деятеля другой профессии Потому что это глупость А как же вот эти общественные деятели Которые бьют себя в груди И говорят о том, что я активный гражданин Меня все волнует, и это волнует, и это А что там у вас? А хочу проконтролировать Вот она моя гражданская активная позиция Это вам все безразлично Пусть все занимаются там своим делом А мне не безразлично Чего это этот Пупкин, который называет себя политиком Вдруг будет решать судьбу мою? Мне кажется, что главный ответ на эти все вопросы А что этот человек конкретно сделал Для того, чтобы стало лучше жить Хотя бы кому-то одному Это тот, который кричит? Который кричит, да Который кричит, почему? Он кляузу одну написал В одну инстанцию, в другую инстанцию Писать кляузу, это такая бессмысленная вещь Мне кажется Народ сбаламутил Там какой-то, не знаю, сабанточек собрали Флакатик, значит, протест свой активно показали Это же просто времяпрепровождение То есть это вообще, ты считаешь это все ерунда? Нет, ну мне кажется, надо идти чем-то заниматься Конкретно каким-то делом Делом доказывать, да? Вот это и есть твоя гражданская позиция Ну да, да, я не буду никогда не вмешиваться, не комментировать Какие-то политические меня просили по поводу выборов в Украине Но если я не знаю ситуацию, я же там не живу 15 лет Я не знаю бывшего президента, нынешнего президента Как я могу это комментировать? Это стыдно Ну я не знаю людей, не знаю обстановку То есть, чтобы что-то комментировать, надо глубоко погрузиться в вопрос, да? Ну да И тогда быть вообще там внутри этой ситуации Тогда ты имеешь право сформулировать какое-то свое мнение Так ты полагаешь? Ну да, да Каждый человек, я думаю, вообще в основном только свою жизнь И свою деятельность может комментировать А все остальное, это уже нужно быть действительно очень образованным Иметь какие-то полномочия, права для того, чтобы оценивать Что-то, как кого-то постороннего, кроме себя А вот смотри, вот я тоже не люблю эту всю политику, вот терпеть не могу Но у меня такое, я сижу, вот просто женщина включила телевизор Идет какая-то информация, да? И у меня такое кухонное абсолютно мнение Я никому не навязываю, я просто вот так сказала Да не знаю, кто-то там возлагал надежды на этого Зеленского, да? Вот кто-то там на Порошенко, кто-то там еще что-то Мне кажется, выбора тут особо не было Если бы моя собака Юта выступала бы кандидатом Мне кажется, за нее тоже бы проголосовали Потому что надо за кого-то проголосовать Вот и все И требовать какие-то изменения от Зеленского вдруг сейчас, да? Вот какие-то возлагать надежды Это все равно, что требовать изменения от моей собаки Юты Если бы она победила А она бы сто пудов победила просто даже для прикола Взяла и вот это ляпнула И сейчас здесь на программе ляпнула Я вмешиваюсь не в свое дело? Ну, конечно Извините, конечно Не, 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 это очень хорошо Я просто хочу понять А тогда, чтобы я смогла вот это вот выразить А мне вдруг захотелось это сказать Вот эту глупость несусветную Да, вот захотелось вдруг сказать А что от этого? Почему я не имею права? Я вдруг слово демократии сейчас вспомнила Что хочу, то и врачу Чем плохо-то? Вот я хочу Вот что хочу от тебя услышать Чтобы ты мне сейчас взяла и вот так сказала Я думаю, что если мы точно знаем Вот о каких-то вещах не разбираемся Лучше с друзьями обсудить Или у себя дома там, я не знаю Просто пообщаться там, пообедать За чашечкой кофе и обсудить А публично это то же самое, что по поводу вот экспертов Когда приходят и начинают обзываться И выглядят все, ну, как бы плохо и странно Вот, я против такого Я считаю, что демократия Это не значит, что все могут друг другу Плевать в лицо и там обзываться И говорить какую-то чушь Мне кажется, что, не знаю Нет, обзываться, оскорблять Это одна история А высказать свое мнение Как сказать, кто победит, тот или этот Одна из спортсменок Не помню, кто не буду врать Сказал, хрен редьки не слащу Ну и что, сказала она это мнение Имеет право Вот как-то оно сформировалось Единственное, как к этому я могу еще относиться То, что каждый человек, значит, демонстрирует Сам себя Ну да, по-моему возможно Если ему это устраивает, что он так выглядит Ну там, ну и хорошо Сказал и сказал Хорошо И вот, прям вот правда Отстану сейчас Потому что, что ты видишь Я пообещала тебе последний вопрос Ну как-то не могу остановиться Если тебе по щеке ударят Будешь вторую подставлять? Нет А как себя поведешь? Подставлять не буду Задачи давать тоже не буду Ну найду как И я думаю, время отомстит человеку Я уверена в этом Ты отомстит случайно? Ляпнула это слово? Нет, не случайно Какая? Какая? Ну я просто знаю Слушай, к концу разговора Она тут раскрывается Отомстить Ты не случайный взгляд Случайно Случайно ничего в жизни не происходит Происходит, значит, так надо То есть месть это все-таки Ну есть какие-то Я верю в какие-то, да Законы все-таки Справедливости Они сложно очень даются Очень тяжело Мне, по крайней мере, в жизни Но я все равно в них верю Но ты веришь в справедливость судьбы Что бумерангом вернется Или месть это можно Что-то, какие-то действия предпринимать И в то, и в другое И в то, и в другое Но это все приемлемо Получил, сделал зло, получи ответ Да, жди ответа Жди ответа Да, да Во, это хорошо Вот тогда все Моя душа спокойна На этой фразе Ждите ответа от Виталины Те, кто вредят Те, кто посмел А с вами была нежная пианистка Виталина И ваш психолог Светлана Апрель Добрая, добрая Спасибо Спасибо, Виталина, огромное